Стихи и музыку для спектакля написала Ольга Дубровская, член Союза композиторов России. Историю «Ангела» посмотрели ученики 44-й гимназии. На сцене развернулось повествование о борьбе за душу человека, о светлых и темных силах, о пороках, которые пытались овладеть душой девочки. Мы не можем быть равнодушны к тому, что происходит с нашей молодежью. Молодые совсем ребятки, они уже пробуют наркотики. В первую очередь, конечно, идет профилактика работы за здоровую жизнь, против наркомании, против курения. Важно то, чтобы дети наши знали, что хорошего больше, и оно всегда победит. И я очень хочу, чтобы как можно больше детей в нашем городе посмотрели наш спектакль и вступили в наш диалог, в диалог с этой проблемой. Главная героиня спектакля «Ангел» поддается влиянию и становится наркоманкой. В итоге ее спасает молитва «Ангелу-хранителю». В завершение спектакля к школьникам обратился священник. Отец Сергий рассказал о том, что хоть в этом мире и все возможно, но не все полезно. Приблечь внимание детей к правильному и здоровому образу жизни мы обязаны. И объяснить детям, что жизнь человека не заканчивается только его личной жизнью, а все-таки он член общества. Но если мы это все разменяем на личные удовольствия, эти удовольствия погубят и нас, и вокруг нас других. И наше общество не будет ни сильным, ни процветающим. То есть это погибель, это крах. Удовольствие получить можно и из занятия спортом, радость, сделание добрых дел кому-то, помощи. И ты чувствуешь значимость в своей жизни тогда. Количество наркоманов постоянно растет, а средний возраст их уменьшается. Соблазны у молодежи на каждом шагу. Соглашаясь, говорят да, когда вам предлагают принять или попробовать какое-то запретное вещество, вы становитесь зависимыми. Вы начинаете быть зависимыми от этой химии, от этой грязи. В конце концов, от людей, которые распространяют эти средства. Поэтому я призываю к тому, что стоп. Стоп грязи, стоп насилия, стоп дурмана. Посыл зрители уловили. Об искушениях, курении и наркомании, говорят школьники, теперь и слышать не хотят. Понял, что в жизни не надо пробовать все. Запрещенное нельзя. Это вредно. И это вызывает привыкание. Лучше заниматься спортом, чем пробовать наркотики. Мне очень сильно понравился этот спектакль. Он очень душевный и полезный. Не нужно ловиться на слабо, нужно избавляться от своих вредных привычек. И, конечно же, вообще не начинать. Все формируется с детства. И вот эти соблазны, которые дают нам чужие компании, в которые ты входишь, те же наркотики, это все соблазны. Не нужно принимать, что-то исследовать даже. Можно даже погибнуть от этого. Альтернативу для подростков, для молодого общества. Я вижу спорт, учеба, какие-то хобби, допустим, рисование. Со спектаклем «Ангел» коллектив Дома культуры Дагомы спланируют выступить во всех школах города. Ольга Десятого, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.